Шансов на победу у нас нет никаких. Во! У нас посыпется все. Посыпется не только фронт, может посыпаться вся наша государственность. Безумные высказывания Путина на экономическом форуме в Петербурге и во время встречи с российскими военкорами-пропагандистами стали объектом насмешек как в самой России, так и за ее пределами. Неадекватность впавшего в маразм российского лидера стала очевидна даже российским радикальным патриотом. К примеру, Игорь Гиркин, послушав выступление Путина, просто пришел в ярость и заявил, что с таким подходом, как у Путина, Россия не сможет победить, гарантированно проиграет, а российская государственность просто рухнет. Я был в шоке. Наш верховный некомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Стрелков сбил оптимистический настрой Путина и кремлевских пропагандистов, напомнив им о том, что год назад в это самое время российская армия наступала, а украинская соответственно отступала и думала только о том, как удержать фронт, а сейчас о наступлении не помышляет уже российская армия, которая сидит в обороне и только и может что отбиваться от атак ВСУ. Противник год назад не атаковал нигде. Инициатива полностью принадлежала российским вооруженным силам. А что мы имеем сейчас? В июне 23-го года. Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен. В отличие от Путина, Стрелков не верит, что российская армия пощелкает самолеты Ф-16 как орешки и прогнозирует, что поставки этих самолетов Украине станут для России огромной проблемой, так как повлекут большие потери в российской армии. Кто-то думает, будем щелкать как орешки Ф-16? Нет, не будем. Противник за счет этих самолетов, за счет десятков новых самолетов, сможет создавать на выбранных им направлениях преимущество в воздухе, хотя бы на какое-то время. Это значит, что наши боевые вертолеты, которые сейчас калашматят их танки, бронетранспортеры, системы ЗРК, будут сбиваться, не долетев до поля боя. Радостные рассказы Путина о том, как российская армия всех побеждает и практически не несет потери, вызвали у Гиркина настоящий приступ гнева. И он открыто заговорил о том, что Путин просто выжил из ума и не понимает, что несет. Абсолютно непрофессиональные, необучаемые кадры высшей власти Российской Федерации. Шансов на победу у нас нет никаких. Во! По мнению Гиркина, генералы подсовывают Путину в отчетах откровенную... А тот настолько слабоумен, что просто этого не понимает и всю эту чушь озвучивает на публику. Зачем президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков за несколько дней? Ему приносят данные, а он не понимает, что говорит? Скажите, а с чего он должен понимать это? Он вполне может верить, если бы ему подсунули 1800 танков, он бы это мог озвучить. Он никогда не видел танк, кроме как на параде. У него там с головой... Но он действительно ведет себя, может быть, даже не как старик, а как ребенок. Вот эти его жалкие, вот реально жалкие, потуги, ужинки. Как быстро меняется ситуация, да? Всего полтора года назад, начиная вторжение в Украину, Путин, помните, так выступал с таким грозным видом, грозил страшными карами. И ведь все боялись, действительно было страшно, боялись Путина, боялись Россию, боялись ее армию. И вот прошло полтора года, и Путин превратился просто в посмешище в глазах даже своих сторонников. Над его неадекватностью уже просто смеются, его откровенно вот так вот высмеивают, о нем ходят анекдоты. Авторитет его попросту разрушен, и даже российские турбопатриоты уже понимают, к чему он ведет Россию, и открыто об этом говорят. Подписывайтесь на канал, друзья, если не подписаны до сих пор, обязательно ставьте лайк или комментарий к видео, так оно получит больше охват, ну и соответственно больше людей узнают правду о том, что происходит.